Еще несколько недель назад никто и знать не знал про обычного клерка из компании по производству медикаментов. Но теперь его имя громко звучит в новостях и ассоциируется с бескрайней добротой. Дэвид ждал своего долгожданного отпуска целый год. Он планировал его провести, рассматривая достопримечательности и просто потягивая коктейли, ведь сумма, потраченная на круиз, была немаленькая. Очередная прогулка на лодке не предвещала ничего необычного. Дэвид любовался речными островами, как тут заметил на берегу необычное черное пятно, которое медленно приближалось к путешественнику. Как говорит сам мужчина, в тот момент у меня были странные чувства. Мне говорили, что этот остров необитаем, на нем нет никаких животных. Но когда пятно было уже метрах в десяти, он понял, что ему необходимо действовать. Этот странный незнакомец был крайне истощен. Животное больше напоминало скелет собаки. Не раздумывая, он попросил свернуть к обреченному существу. Собака была настолько обессилена, что даже не могла нормально стоять на ногах. Получив разрешение поднять животное на борт, Фостер пришел к выводу, что собаке, по наилучшим подсчетам, осталось жить буквально два дня до страшной гибели. Можно было пересчитать каждую выпирающую косточку под потрепанной шерстью. Не раздумывая, Фостер начал спасать животное от смерти. Собаке очень повезло. Амазонка пресноводная, и пока собака страдала на острове, недостатка воды у нее не было. Иначе, как говорил Дэвид, впоследствии он бы увидел на песке лишь бездыханное тело. Волонтер не один раз задавался вопросом, как негрита, так он прозвал спасенную, могла оказаться на острове и почему не вернулась домой, и пришел к единственному выводу. Скорее всего, от нее хотели избавиться прежние хозяева и долго морили голодом, чтобы у животного не было сил даже переплыть обратно. Но больше всего поражает поступок мужчины. Решив отказаться от круиза, волонтер полностью занялся спасением негриты. Найдя ветеринара, мужчина удостоверился, что животное не страдает от лейшмании, то есть не покрыто мелкими язвами и не умрет мучительной смертью. Так сложилось, что у бедолаги были лишь типичные лишние жители – клещи и блохи, которые хоть и не являются смертельными, тем не менее доставляли много хлопот. Однако спустя 6 месяцев, глядя на негриту, язык не поворачивался сказать, что у негриты хоть когда-то могли быть блохи, а сама она была между жизнью и смертью. На боках появился приятный взор у жирок, шерсть снова стала гладкой и лоснящейся, а легкий и дружелюбный характер мог растопить любое сердце. Фостер намерен забрать негриту к себе домой, в Северную Ирландию. Но есть большое «но». В Бразилии это сделать не так-то просто. Нужны документы и разрешения для данной процедуры. А с учетом перелета через океан, это все обойдется в кругленькую сумму. Бюрократия одним словом. Не зря волонтеров называют самыми упорными людьми на Земле. Он не собирался сдаваться и опускать руки. Сейчас он собирает деньги для проведения всех необходимых формальностей. И пока ведется борьба с документацией и бюрократами, за негритой следит и заботится хороший знакомый Дэвида. Фостер потратил колоссальные силы и много времени лишь для того, чтобы спасти случайно встреченную бездомную собаку во время долгожданного отпуска. Ветеринары твердо качали головами и в один голос твердили, что без помощи Дэвида бедное животное скончалось бы страшной смертью. Многие люди удивлялись и не верили, что ради бездомной собаки можно пожертвовать полностью оплаченным круизом по Амазонке. Да что тут говорить, так поступили бы единицы, такие как Фостер. Ну а многим остается только восхититься этим человеком с большой буквы. Ведь глядя на такие случаи, начинаешь заново верить в добро и человечество. Друзья, а как бы вы поступили на месте Дэвида? Пишите свои комментарии, многим будет интересно их прочитать. Также, если вы считаете поступок мужчины заслуживающим уважения, делитесь этой историей и не забывайте ставить лайк.